Крыма нет? Нет. Патриоты нет. Только те лагеря, которые открыты в регионе, мы можем привлекать детей и оздоравливать их там. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в детскую оздоровительную компанию. В ближайшее время распахнут двери 26 лагерей дневного пребывания. Впервые они будут организованы на базе дошкольных учреждений муниципалитета. Их готовность проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Лучше бы посмотрели все. Постоянно не проведено. Постоянно, ежегодно проверяется. Проверки проводятся как образовательное учреждение дошкольного, в том числе как лагеря постоянно. Нет вопросов и нареканий и у других служб Роспотребнадзора, Росгвардии. Соблюдены все меры для безопасного отдыха детей. Мы посмотрели. Санитарно-гигиенические требования, которые предъявляются по новому заболеванию ковида, они выполнены. Полтора метра будет. Масочный режим будет. Отдельное разобщение потоков. Предусмотрен отдельный вход, дезинфекция помещений и утренний фильтр с измерением температуры. Массовых мероприятий не будет. Но веселые каникулы и яркие воспоминания гарантированы. Самое интересное – это увлекательная, развлекательная программа досуговая, которую составили наши вожатые, которые будут вести этот лагерь. Так что детям очень понравится. Будет весело. Весело и интересно проведут время. С нетерпением ждут ребята в лагере на базе детского сада «Яблонька». Просторная прилегающая территория, несколько залов отдыха, вкусное пятиразовое питание. Здесь есть все для радости и дружбы. Смотрели вместе с надзорными органами по линии противопожарной безопасности, по линии охраны. Роспотребнадзор был. Есть отдельные мелкие замечания, которые, я думаю, что ближайшими часами, может быть, днями будут сняты. Уже буквально в первых числах августа летние лагеря начнут свое функционирование. И, повторюсь, более 600 наших мальчишек и девчонок смогут провести там время. Открываются детские лагеря уже совсем скоро – 3 августа. Свободные места пока еще есть. На сегодняшний день мы формируем контингент детей. Пока есть еще свободные вакантные места, поэтому желающие, пожалуйста, дети начальной школы могут приходить. Мы тоже их ждем в наш лагерь дневного пребывания. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Евгений Садовский. Видное ТВ.